Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Вы смотрите конкурс в Майнкрафт «Самый лучший дом. Восьмая часть». Цель конкурса – построить самый лучший дом за 2 часа на участке 50 на 50 блоков. Я предоставил участникам 8 участков, где они начнут одновременно строить свои постройки. На протяжении 2 часов они будут состязаться за звание лучшего строителя в Майнкрафт. Через 2 часа строительство зданий, построек, сооружений будет прекращено. Все игроки прекратят строить, и мы сможем осмотреть их сооружения. За лучшие постройки, по вашему мнению, можно будет проголосовать в комментариях или же в группе ВКонтакте. Поэтому за постройку, которую вы считаете лучшей, можете отдать свой голос в комментариях. Хочу сказать, что в этом конкурсе я тоже попробовал принять участие. Последний раз я делал это год назад, а то и больше. Я выступал в качестве конкурсанта. Ну и в этот раз я решил попробовать себя в этом деле снова. Попробую построить что-нибудь интересное на протяжении 2 часов. Надеюсь, у меня это получится. Ну что ж, не будем тянуть время, давайте же начнем конкурс. На протяжении 5 минут после начала конкурса я пытался придумать, что же я хочу построить. Я делал какие-то заготовки, пытался экспериментировать, удалял свои постройки. Но все-таки остановился на такой мысли, что хочу построить что-то из дерева. Потому что я люблю сооружения именно из дерева, не знаю почему. Я не имел понятия, что да как я должен делать. Пока что я пытался начертить сам чертеж моего будущего дома. Так скажем, наброски. Я создавал пока что наброски. Ну а потом уже как оно пойдет, так пойдет. Начал я с фундамента, сделал небольшие чертежи. Прикинул, что у меня где будет находиться и начал импровизировать свою будущую постройку. И так как это происходило, можно посмотреть дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Сначала я решил полностью сделать сооружение снаружи. Но если останется время, заняться интерьером внутри. Изначально сооружение мне напоминало какую-то коробку. Но я все-таки решил это исправить, разбавив это некими элементами декорации снаружи. Ну и второй этаж, в принципе, сделать свое дело. И постройка уже не выглядела такой уж квадратной, как это было первый раз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Да, скорее всего, так оно и есть. Так, ну, это была вторая постройка. Идем постройка. Под номером 3. Ниг игрока. ТЗ-Субтитры сделал DimaTorzok Короче, это как-то так считается. Как я понял, как я понял, вот такая вот компактная маленькая постройка. Дом. Дом. Так, это у нас типа дорога тут должна быть какая-то городская. Такая часть машина из гаража выезжает. Так, а где вход? Что написано? Давайте почитаем надписи. Дом. Гагагагагага. Для курсанта. А для конкурса зачем-то написали два раза над каждой дверью. Ну, хорошо. Так. Гараж. Блоки, инструменты, оружие. Ой, нифига себе. Он даже потратил время, чтобы забить ящики какими-то вещами. Но на самом деле это не важно. Нам не важно, что лежит в этих ящиках. Нам важно посмотреть саму постройку. Как она выглядит снаружи, как она выглядит внутри. Телек изогнутый с изогнутым экраном. Понял. Так, где вход в гараж-то? Вот мы попадаем в гараж. Так, давайте-ка выйдем отсюда. Неудобно, неудобно. Вышли. Отлично. Так, лестница. Все сделано, замечу, в одних тонах. Пол, стены, потолок. Все оранжевого, такого вот красно-оранжевого цвета. Немного, если честно, раздражает. Окна оранжевые. Не знаю, как вам, но лично в такой гамме я бы долго, наверное, не протянул. Единственное отличие это пол на первом этаже. Он у нас светлого, такого цвета. Во дворе наблюдаем бассейн, балкончики. Ну, в принципе, вот как-то так, на самом деле. Тоже постройка строилась два часа. Ну, идем дальше. Итак, следующая постройка у нас под номером 4. Ник игрока Игорь4100. И вот тут, честно, я сомневаюсь, что постройка принадлежит Игорю. Ну, если это так, то скиньте мне, пожалуйста, ссылку в интернете, если найдете такой же похожий дом. Может быть, он взял откуда-то идею и скопировал ее, просто строил пошагово, то есть блок за блоком. У меня есть такое подозрение, но я пока не знаю, я не уверен в этом. Поэтому, если эта постройка принадлежит кому-то другому, то игрок будет дисквалифицирован с проекта. Ну, если это его постройка, то это просто офигеть. Давайте тут, если это реально его постройка, то, я не знаю, скорее всего, это первое место на конкурсе, потому что постройка действительно сделана интересно. Тут я уже зашел, тут присутствует интерьер такой. Ну, единственный, опять же, минус, это все в одних тонах, все белое такое. Потолок. Ну, у меня тоже в доме, ладно, там все из дерева. Не к чему придраться будет. Так. Так, 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 сейчас клуб. Ага. Диваны белые. Тоже какой-то зал совещаний. А вот тут интересная часть дома, мне нравится. Тут, наверное, какие-то отдельные комнаты. Окна вообще на всю стену сделаны. Такой светлый дом. Так. Понятно. Это балкон у нас получается. Что у нас здесь? Что-то типа ванной. Да, скорее всего, это так оно и есть. Так. Здесь у нас душевая еще одна. Там у нас раковина стояла, здесь душевая. Тут что, туалет что ли? Нет. Тут у нас что-то типа склада. Шкафа, так скажем. И, как я вижу, есть еще лестница куда-то еще выше. Что же у нас там? Здесь у нас еще одна комната. Спальня. Диван. Так, выше тут уже никак не подняться. Ну, в принципе, вообще очень даже неплохо. Многое. То есть, это не коробка. Это реально уже какое-то произведение искусства получается. То есть, такой вот интересный дом, лестница, коридор идет над что-то типа озеро, бассейн, не знаю, река вокруг дом получается. Дом действительно выглядит интересно. Так. Что у нас тут-то? Это что такое? Какая-то уличная пристройка. Так. Ну, собственно, как я понял, я посмотрел все в этом доме. Так. Дорога идет никуда. Все. В принципе, с этим домом все понятно. Ну, что ж. Если вам понравилась эта постройка, голосуем за нее. Ну, а мы пока идем к следующей постройке. Итак, следующая постройка у нас под номером. Ааа, нет? Ладно, давайте. Нет. Начнем по порядку. То есть, у нас идет пятая, шестая, седьмая в ту сторону. Так, хорошо. Я понял. Так, следующая постройка у нас пятая. Саншайн. Киран какой-то. Или как это? Саншайн. Киран. Ну, не знаю, правильно ли я тебя прочитал, если что там подправишь. Так. Постройка снаружи. Ну, это визуально большой сундук. Так я понял. И мотивация для первого участка построить такой же. Только поменьше, можно заметить. Так и недостроенный сундук. Так. Ну, что ж. Зайдем в дом. И попадаем, собственно, в сундук. Ну, на самом деле, как по мне, ничего необычного внутри нету. Верстак, какие-то ящики, освещение. Да, в принципе, это даже не дом. Это просто сундук на самом деле. Поэтому, ну, оригинально, конечно, но конкурс называется «Самый лучший дом», а не «Самый лучший ящик», «Сундук», верстак, печка или еще что-нибудь. Но, ладно, из голосования не будем тебя исключать. Поэтому, если кому-то нравится сундук, голосуем в комментариях. Идем дальше. Следующая постройка под номером 6. Даниэль. Даниэл Эйчди. Так, наверное. Номер 6 получается. Так, и там что-то у нас за деревьями вообще нихрена не видно. Кирпичное сооружение. Деревья мешают. Я бы, конечно, убрал, чтобы рассмотреть это сооружение. И тут у нас вообще что-то типа озера. Дом на краю моря. Озеро, получается, планировалось что-то такое. Так, хорошо. Так, приемлились на средний участок. Так, зайдем в дверь. Коврик кто-то спер. Попадаем, значит, в такое вот место. Это кухня, как я понимаю. Здесь у нас что-то очень темновато. Так. Что-то я не понял, где я. Стекла какие-то. Так, ну, я не понимаю, где я сейчас нахожусь. Что-то я уже немного запутался. Это комната с картиной. Кто-то сидит, смотрит на картину, получается. Так, нет, подождите. Сейчас тут вода. Первый этаж. Лестница. Так, и как туда попасть? Тут я должен прыгать. Ага, тут у нас не успели достроить, получается. Вот тут у нас даже видно, что лестница не достроена. Так. Второй этаж у нас абсолютно пустой. То есть тут ничего такого интересного на самом деле нету. Ну, какая-то странная постройка на самом деле. Как по мне тут что-то. Такое чувство, что чего-то не хватает. Хоть это и не так. Постройка выглядит снаружи достроенной. Сейчас я еще раз обязательно облечу, посмотрю. А внутри что-то непорядок какой-то получается. Так, ну хорошо, хорошо. Сейчас тут я был, да? Хорошо. Так. Выйти из дома. Облететь. Нет, с крышей. С крышей визуально все в порядке. Ну, или нет? Трудно мне сказать. В принципе, ладно. Хорошо, все. Шестая постройка это была, как я понял. Если вам понравилась шестая постройка, голосуем за постройку под номером 6. Следующая постройка под номером 7. Кианикс, ник игрока, седьмой номер. Все, переделан полностью забор вокруг территории. Так. Стандартный деревянный забор, который я изначально давал, переделали вот на такой вот заборчик посолиднее. Так, ну давайте посмотрим, что у нас, собственно, внутри. Так, где вход-то? Вход у нас где-то должен быть, судя по логике... Нет, тут дверь гаража. Так, вот у нас вход. Понятно, понятно. Так, о, внутри тут у нас поинтереснее. Тут у нас присутствует такой нехиленький интерьерчик. Правда, что-то тесновато, но это на первый взгляд, я надеюсь. Так. Так, кровати, шкафы сделаны, деревья какие-то, освещение, комнаты меняют цвета, как я захожу. Там красная, фиолетовая, тут вообще какая-то желтая. Вот эта задумка мне нравится. Так, это что-то типа прихожей, гостиной. Ванная комната. Темная, правда, освещение нет ни хрена. Так, следующая комната. Это типа гараж, наверное, получается. Да, это дверь гаража, это яма, где машины проверяют снизу. Отлично. Так, а здесь у нас что? Подождите, а лестница есть на второй этаж или второго этажа тут просто... А, второго этажа, получается, нету. То есть домик на самом деле такой компактный, маленький. Вот, такое вот сооружение под седьмым номером, извиняюсь. Идем дальше, значит. Восьмая постройка, Dragon Keeper 29. Оболетим снаружи. Это вообще какая-то церковь, получается. Даже не дом, не знаю, храм какой-то. Так, что это такое? Понятно. Я думаю, все догадались, что это есть. Что это себе представляет данное архитектурное сооружение. Так. Где вход? Вход у нас здесь. Что написано? Логово дракона. Принял. Храм дракона, досуг с понашками. Что? Иегумен... Кто это такие? Брат Жирослав. Сестра. Сестра типа Мария. Так, а тут что? Сестра Светлана. А, понятно, тут люди спят. Не знаю, кто есть эти люди, но окей, идем дальше. Тут у нас вообще не дом, а какое-то чистилище. Чаша с кровью девственниц, которых пожертвовали во славу дракону. Что за хрень? Что это головы? Какая-то вообще паранормальная хрень происходила, как я понял. Жертвоприношения какие-то. Не знаю, не знаю, это не дом, это чистилище. Еще раз повторю, тут точно какие-то нехорошие вещи происходят. Так, ну, в принципе, вот такая вот постройка, в принципе, это точно не коробка внутри, по крайней мере. Так, много ручной работы, так скажем, все это выставлять. Так, выйдем из дома, еще раз посмотрим. Ну, не из дома, из церкви. Я не знаю, но это не дом, это храм какой-то получается. Ну, если вам понравилась вот такая вот постройка, то голосуем за нее. Это была постройка под номером 8. И есть еще две постройки. Это еще одного игрока и, собственно, моя постройка. Вот моя постройка и вот еще постройка одного игрока, которому не хватило места. Я решил выделить еще один участок. Осмотрим сооружение снаружи. Так. Вот такой вот домик. Так, много всякой, всякого интерьера у нас присутствует во дворе. Ник игрока, моббет, резерв. А, резерв это я назвал, это резервный участок, тому, кому не хватит. Так, хорошо. Ну, будем считать, что это номер 9. Так, зайдем внутрь. Тут у нас... Че это такое? Какое-то интересное сооружение. Так, а это че у нас? Это выход в задний двор, получается, или черный вход. Тут у нас, значит, стол с диваном угловым. Две кровати, сундуки. Так, лестница. И что же у нас здесь? Тоже какие-то столы, лестницы. Так, хорошо, значит. Идем чуть выше. Такие окна большие, на полстены. Балкон. Здесь у нас еще такая вот комната, получается, неизвестного мне предназначения. Так, ну и последняя комната, которая осталась, это у нас угловая с двойной кроватью. И, собственно, получается, все в этом доме мы посмотрели. Да, в этом доме мы посмотрели все. Вот еще осталась снаружи вот такая вот типа терраса. Так, большой бассейн. Что еще у нас имеется? Ну, собственно, все. Еще какой-то угловой элемент декорации. Вот такая вот постройка под номером 9. Если она вам понравилась, голосуем за нее в комментариях. Ну, и поскольку я тоже решил принять участие, моя постройка под номером 10. Это вот такой вот деревянный дом. В принципе, я успел его закончить только снаружи. Внутри я там совсем немного успел сделать. Тут у меня большой такой бассейн. Дворик. Тут у нас типа барбекюшница. Вокруг дома сад получается. Так, ну давайте посмотрим, что у нас, собственно, внутри получилось. Внутри у нас, на самом деле, нихрена-то нет. Чтобы закончить его внутри, мне нужно было бы еще как минимум 50 минут, а то и час времени. То есть я успел построить две лестницы. Такие одинаковые абсолютно. Сбоку находятся две абсолютно одинаковые комнаты. Которые я хотел разбить еще на несколько комнат. Но, в принципе, я не успел, получается, это сделать. И тут у нас второй этаж, разделенный тоже на два таких сектора. Большой потолок. Можно сделать даже третий этаж, по желанию. С этой стороны тоже точно такая же часть. Ну и, собственно, все. Можно выйти снаружи, наружу, на балкон. И, в принципе, ничего тут такого на самом деле нет. Тоже, в принципе, строил здание два часа. Вот такие вот, значит, дела. Ну что ж, голосуем за лучшую постройку на конкурсе. Напоминаю, что конкурс состоялся у нас 10 ноября 2015 года. Все строили свои постройки ровно два часа на участках 50 на 50 блоков. Если хотите принять участие в подобных конкурсах, оставляйте свои заявки в комментариях или в группе ВКонтакте. Ну а также присылайте свои варианты постройок для заявки. Что ж, спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Всем спасибо и пока. Увидимся в следующий раз. Сделай это! Просто сделай это! Не позволяй мечтам остаться просто мечтами. Вчера ты говорил завтра. Так что просто сделай это! Воплоти мечты в реальность! Просто сделай это! Некоторые люди мечтают об успехе, пока ты будешь просыпаться и херачить! Нет ничего невозможного! Ты должен дойти до точки, когда все остальные уйдут. Но это тебя не остановит! Нет! Чего ты ждешь? Сделай это! Просто! Сделай это! Да, ты можешь! Просто сделай это! Сделай это! Продолжение следует...